Распрощаться с бедностью и найти достойную работу. Чтобы выполнить это поручение президента страны, в Ульяновской области постарались ликвидировать дефицит доступных вакансий для трудоустройства получателей социальных контрактов. Благодаря этому, по предоставленным данным, на конец года почти две тысячи уроженцев Симбирска заключили подобное соглашение. В плюсе остались обе стороны. Люди получили стабильный заработок, а профильное ведомство выполнило ключевые задачи. Здесь необходимо отметить, что мы практически в два раза по сравнению с 2021 годом увеличили число заключенных социальных контрактов на поиск работы. Кроме того, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности было заключено 929 контрактов, на ведение личного подсобного хозяйства 703 контракта и на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации 856 контрактов. Параллельно идет работа по федеральному проекту «Государство для людей». Это новая культура, взаимодействие власти, населения и бизнеса. Обратную связь строят для повышения качества жизни россиян и уровня их доверия к правительству. В частности, до конца года им предстоит смоделировать 24 жизненные ситуации, которые включают около 800 государственных услуг в соответствии с принципи клиентоцентричности. Мы с вами также включаемся в данную работу. Работают и над повышением доступности образования. Предложенным многодетным семьям компенсировать часть стоимости обучения в техникумах и колледжах региона. По данным профильного министерства, в Ульяновской области больше двух сотен потенциальных получателей этой льготы. Для их поддержки есть соответствующий закон. Согласно данного закона, введена дополнительная мера социальной поддержки семьи. Это именной сертификат «Капитал семья». И данным сертификатом одно из направлений устанавливается разрешение использования данного сертификата на образование детей, в том числе на платной основе. Министр добавил, а по данным на январь этого года реализован сертификат на общую сумму 17 миллионов рублей. В ближайшем будущем будет разработана памятка всем многодетным семьям, где есть дети, обучающиеся на платной основе. Это предложено для улучшения их информирования в данном вопросе.